Добрый вечер! В эфире Громадский Крым. В студии работают Сигвиль Мусаева, Мусаева Боровик и Сергей Маркурушин. Начнем наш обзор новостей. То, что самое главное, по нашему мнению, что происходит в Крыму и вокруг Крыма. И начнем с такого дипломатического скандала. Завтра французская парламентская делегация, состоящая из 10 депутатов национального собрания и сенатора, прилетает в Крым с двухдневным визитом. Делегация посетит Ялту и Севастополь, где встретится с так называемыми местными властями и населением. И цитата, мы хотим понять, как там живут люди. Ну вот интересно, какое впечатление будет у французских парламентарьев от жизни крымчан? Я думаю, они домой захотят. Мне тоже кажется. И уже МИД французский сделал заявление, что это личная инициатива французских парламентариев. И он ее не то чтобы осуждает, но и не поощряет особо. В принципе, здесь корни такого желания поехать в Крым можно найти, учитывая, что человек, я так понимаю, который инициатор этого, Мариани, он вместе с Владимиром Якуниным, который председатель РЖД, и по Навальному владелец шубохранилища, они вместе учредили франко-российского общества. Дружбы. Да, дружбы. Дружба дружба, а служба службы. И поэтому французский, наверное, политик может вполне ощутить на себе потом прелесть санкций. Но не об этом речь. Вот координатор депутатской группы по связям с парламентом Франции, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий отметил, что это первая крупная делегация западноевропейских политиков и парламентариев, начиная с Крымской весны. Ну, в принципе, действительно Слуцкий говорит правду, потому что до этого времени приезжали представители Зимбабвы, по-моему, Нигерии, а также был бывший премьер-министр Японии, после чего японские дипломаты тоже пришли в ужас. А вот от Зимбабвы была официальная делегация, а от Франции неофициальная? Ну, неофициальная, но как бы французские парламентарии. Не секрет, что россияне финансируют, как это сказать, националистические движения во Франции. Участвуют в политике. Участвуют, безусловно. Идем далее. Агентство Крымские новости сообщает, что глава Крыма Сергей Аксенов, так называемый глава Крыма, заявил, что люди на полуострове не желают идти работать в госструктуре, массово увольняются из-за мизерных зарплат. Об этом он сказал в интервью Лентару. Аксенов, пожалуйста, что в госструктурах ненормированный график и при этом, опять повторимся, невысокий зарплат. Вот. Но вот следующая новость, это издание новости Крыма, рассказывает о том, что, сообщает о том, что зона Прикерченского шельфа, Черного моря, может стать площадкой для создания, цитирую, нефтеперерабатывающего кластера в Крыму. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Черноморнефтегаз Сергей Бейм. При этом он выразил сомнение в том, что завод по переработке в Крыму будет построен в ближайшей перспективе. То есть интересно, как это можно построить нефтеперерабатывающий кластер без нефтеперерабатывающего завода. Сразу после того, как построят мост. Да, мост в первую очередь, конечно. 17 июля мусульмане Крыма встретили один из главных исламских праздников – Араза-Байрам. В Крыму Араза-Байрам традиционно начался с праздничного намаза, прошедшего во всех мечетях полуострова, сообщает 15 минут. Главный Байрам-намаз состоялся в зале Дворца культуры Просоюза в Симферополе. Здесь на праздничную молитву духовного лидера мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева собрались сотни правоверных. В то же время жителям 6-го микрорайона Бахчисарая Хан Чаир запретили, не разрешили, точнее, устраивать традиционные мероприятия в день у Роза-Байрама. Как сообщили местные жители, запрет обосновали большим скоплением людей. Сейчас больше трех собираться с заявлением в Крыму, наверное, нельзя. И поэтому жители 6-го микрорайона Бахчисарая не смогли традиционно отметить Роза-Байрам. Далее информация о бойце батальона Айдар, Энвере Велилиеве. Мы обсуждали его историю в нашей студии ранее. Его отпустили под домашний арест. Народный депутат, председатель меджилиста крымско-татарского народа Рифат Чубаров просил суд выпустить Энвера под его поручительство. До этого в Печерском суде нардепы, лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Игорь Лапин также просили суд выпустить Айдаровца. Заседание судьи хотели перенести на 27 июля, однако адвокаты настояли, оно прошло ранее. Процесс проходил в виде видеоконференции. Мы рассказываем в том числе о том, с какими сложностями сталкиваются предприниматели в Крыму. И вот появилось сообщение о том, что в Алубке предприниматели, которые торгуют сувенирной продукцией, а также торговыми продуктами питаниями, они сталкиваются с каким-то давлением со стороны местных властей, с постоянными проверками со стороны местной налоговой. И при этом у реализаторов на местах во время торговли изымают просто товары и оборудование. Сами предприниматели сравнивают эту ситуацию с рэкетом середины 90-х. В России начали слушать дело Олега Сенцова и Александра Кольченко. Напомним, более года прошло с момента задержания крымских режиссёра и активиста-антифашиста. Всего были задержаны 4 человека, двое дали признательные показания Олега Сенцова и Александра Кольченко. Не признают своей какой-либо вины, не признают факт наличия у них российского гражданства, как это утверждает обвинение. Новостью стало, что в деле крымских политзаключённых проходит потерпевший, вице-спикер крымского парламента, так называемого Андрей Козенко, которого допросили по видеосвязи в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, где проходит слушание. Опрашивать Козенко в качестве пострадавшего начал адвокат Сенцова Дмитрий Динзе. Козенко рассказал, как ему стало известно о поджоге офиса русской общины Крыма. По его словам, материальный ущерб из-за поджога составил 30 тысяч рублей. Фамилия охранников, которые держали лифту ночь и обнаружили поджог, Козенко назвать затруднился. Но вообще рекомендуем почитать, есть несколько трансляций заседания суда. Журналисты могли наблюдать за ходом судебного заседания через экран, то есть они не находились в самом зале заседаний. Но то, как проходило заседание, очень интересно. Кроме допроса потерпевших, на заседании также показали видеозапись поджога офиса русской общины Крыма. И в почти полной темноте видно, как двое неизвестных людей в темной одежде облили крыльцо чем-то из канистры и подожгли со второго раза. Андрей Козенко предназал, что определить, являются ли поджигателями в данном случае Сенцов и Кольченко, он по вот этим вот очертаниям этих людей, к сожалению, не может. Следующее заседание назначено на 27 июля, и судья настаивает на практически ежедневной дальнейшей работе. Все попытки защиты выпросить время для разработки консультированных решений просто для консультаций судьей были отвергнуты в этот раз. Это не единственный политический процесс, который касается крымчан. Мы напомним, что на 4 года и 2 месяца осужден Александр Костенко, крымский евромайдановец. Крым это вообще территория, говоря о которой мы очень часто вспоминаем о политических преследованиях. С нами на связи сейчас есть Светлана Сидоркина, которая защищает Александра Кольченко в суде. Светлана, добрый вечер. Здравствуйте, Светлана. Вы нас слышите? Да, слышу. Светлана, по вашему впечатлению, как прошло вчерашнее заседание суда, есть ли у защиты основания полагать, что Сенцов и Кольченко не получат тот срок, который просит обвинения? Относительно срока я вам сказать не могу в том плане, потому что на сегодняшний день в наших судах обвинительный уклон. В наши число осужденных попадают те люди, которые, в принципе, не являются виновными. Я считаю, что в данной ситуации виновны и Саша Кольченко, и непосредственно Олег Сенцов. По поводу вчерашнего заседания могу сказать, что ожидания защиты относительно того, что доказательства, собранные стороной обвинения, являются все-таки недостаточными для обвинения. Они вчера в полной мере нашли свое подтверждение, исходя из тех, что были представлены. Во-первых, потерпевшие, по мнению стороны защиты, не могут быть надлежащими потерпевшему, поскольку на момент событий, который выменяют и Сенцову, и Кольченко, они юридически не были зарегистрированы в Министерстве истицы Российской Федерации как общественной организации. Поэтому при таких обстоятельствах претендовать на статус потерпевших они не могут, поскольку не входили в реестр Министерства истицы Российской Федерации в качестве общественной организации. Ну и в суде в вчерашнем следовании подтвердилось то обстоятельство, что сумма ущерба, о которой говорят потерпевшие, она является иллюзорной, поскольку документов, подтверждающих нанесение ущерба общественным организациям, в суд представлено не было. Поэтому сторона защиты полагает, что в этой части тоже доказательства стороны обвинения являются несостоятельными. Олега Александра обвиняют именно в подготовке терактов. Есть ли у следствия какие-то доказательства, что это именно террористический акт, а не злостный и ураганский? Ну, мы неоднократно вчера в ходе судебного заседания говорили о том, что какие ли доказательства того, что дестабилизация произошла в результате тех событий, которые их меняют в Крыму, никаких доказательств в этой части не потерпевшие не могли пояснить суду, не представить, ни сторона обвинения, собственно говоря, тоже не могла подложить. И при таких обстоятельствах говорить о том, что действия каким-то образом не стабилизировали деятельность государственных органов республики Крым и других структур, я полагаю, что нет оснований. И, соответственно, это и предъявляется обвинение в отношении террористического акта на фоне тех террористических актов, которые действительно совершаются в мире. Действия, которые вменяют ребятам, Кинцову и Кольченко, они являются просто на простое. А то видео, которое вчера было продемонстрировано в суде, где поджигают неизвестные люди, можно ли на нем что-то увидеть вообще по очертаниям определить? На видео, которое было продемонстрировано, собственно говоря, различить тех лиц, которые там находятся, очень сложно, поскольку есть контуры только людей, которые на этом виден. Но я хочу сказать другое, что оформление этого видео с точки зрения юридического было совершено нарушением... В чем именно? Ну, потому что процедурно не было оформлено данное видео, как вещественное доказательство. Поэтому, кстати, в статье 75 Уголовного процессуального кодекса данное доказательство должно быть признано недопустимым. А вот скажите, появление в деле потерпевшего, Козенко, как оно может изменить ход дела? Это какой-то вот козырь обвинения? Нет, это не козырь обвинения, это просто участники данного уголовного дела, которым дан статус потерпевших. Хотя я уже сказала, что юридически они не могут быть потерпевшими по данному уголовному делу. Светлана, что касается гражданства. Вы пытались в Симферополе в суде оспорить утверждение обвинения о том, что Александр Кольченко является гражданином России, вступил в российское гражданство. Чем закончилась эта попытка? И по вашему мнению, как адвоката, насколько состоятельны эти утверждения, что у Олега Сенцова и Александра Кольченко изменилось гражданство? Я считала и считаю, что Саша Кольченко является гражданином Украины, поскольку на сегодняшний день единственным правоославливающим документом у него является паспорт гражданина Украины. И что касается тех судебных стяж, которые у нас были по этому поводу в Киевском районном суде города Симферополя и в последующем законном суде Республики Крым, то суды стали на сторону Российской Федерации и считают, что Александр Кольченко является гражданином Украины, несмотря на то, что у него нет политика, гражданин Российской Федерации, он его фактически не получал. И при таких обстоятельствах, с учетом того, что все международное сообщество отваривает закон о присоединении Республики Крым к Российской Федерации, я считаю, что полагать, что Александр Кольченко является гражданином Российской Федерации, опять же, юридически нет оснований. Мы знаем, что коллегу Симфову Александру Кольченко был допущен украинский консул, а сегодня должно было состояться его первое свидание Александра Кольченко с мамой за более чем год с того момента, когда он был задержан. Допустили ли родственников к Александру? В моем присутствии вчера заявление было написано мамой. Насколько я знаю, резолюция председательствующего на заявление была наложена, поэтому полагаю, что это свидание с мамой состоялось. Но поскольку я уже нахожусь в Москве, то могу только предполагать, что с мамой я не связываюсь по этому поводу. Но я думаю, что поскольку заявление подписано, когда поскольку свидание удовлетворено, то мама сегодня должна была старше в первый раз за этот год с лишним встретить своего сына, вернее, получить свидание со своим сыном и общаться с ним наедине. Поэтому, что могу сказать в этой ситуации? Что касается встречи с консулом, то я полагаю, что это тоже положительный момент данной истории, поскольку на протяжении всего следствия не разрешали ребятам встречу с консулом в Краине. И вот наконец-то они разрешение получили, хотя было озвучено, что встреча с консулом будет разрешена только окончательно после завершения уголовного дела в 4-м инстанции. Но я считаю, что то, что хотя бы разрешили, это уже какой-то бонус в позиции защиты о том, что мы отстаиваем гражданство ребят, как украинские гражданства. Спасибо, Светлана. Я напоминаю, что с нами на связи была Светлана Сидоркина, адвокат Александра Кольченко. Она говорила о том, как проходит слушание дела и какие там обстоятельства. Мы следим также и за курортным сезоном, который в Крыму в этом году, скажем так, не очень активно проходит, в силу того, что и железнодорожные сообщения с Украиной отсутствуют практически. И вот ряд российских исполнителей бойкотировали музыкальный фестиваль, который называется «Крымфест» на аннексированном полуострове. Музыканты объявили, что формат и стилистика действия, которая стартовала 20 июля, не соответствуют требованиям их общественно-политических взглядов. Я просто объясню, что это значит. Сначала, когда музыкантам отправляли макеты и речевки, которые должны звучать на фестивале, там звучало «Крым мой», а на баннерах появился уже «Крым наш». Поэтому некоторых музыкантов, представителей панк-рок, это все не обрадовало, и они решили не принимать в этом участие. Некоторые отказались из-за организационных моментов. Вот вы видите сейчас видеозапись. Это первый вечер первого фестивального дня, когда должны уже были выступать «Infected Mushrooms», которые не приехали. На этот момент даже не была развернута сцена толком, насколько я понимаю. Генеральный директор фестиваля Александр Кисель объяснил причины провала начала фестиваля из-за сложной логистики. По его словам, организаторы подписали договор с авиакомпанией по предоставлению ежедневного чартерного рейса, но в последний момент компании отказались от этой идеи. Но как-то вот не сложилось. Музыканты отказываются, авиакомпании отказываются от чартеров. Были и те группы, для которых фестиваль оказался неремитабельным, в том плане, что очень дорогие перелеты. Да, у некоторых их сложилось, а у некоторых отдых в Крыму вполне-таки складывается. Народный депутат Украины Игорь Шкиря приехал отдыхать в Крым. Он был замечен местными жителями на территории принадлежащего ему парк-отеля «Марат» в Гаспре, это Большая Ялта. Парк-отель «Марат» входил в производственное объединение «Илитаж», принадлежащее Шкире. «Марат» был перерегистрирован по российскому законодательству в декабре 2014 года. Обсуждают в крымских СМИ также отдых Олега Царева, бывшего регионала, который сейчас, насколько известно, проживает в Москве и вообще персона нон-грата, скажем так, в Украине в силу своих неоднозначных заявлений. И вот он публикует, да, и действий в том числе. И вот он публикует и хвастается своим Инстаграм видами на Крым и добавляет хэштег при этом «Крым-Россия». Не знаю, про Новороссию он там что-то тегает или нет, потому что проекта уже не существует в принципе. Уже не в тренде, Новороссия. Уже, да, не в тренде. Министерство транспорта Крыма, так называемое, предлагает отменить курсирующий в обход Украины поезд Москва-Симферополь, считая его нерентабельным для России и дорогим для пассажиров. Об этом глава ведомства Андрей Бесалов сказал на заседании СовМИ на 21 июля. Он идет 44 часа, стоимость билета в плацкарте составляет почти 5000 рублей, в купе более 7000 рублей. За такие деньги проще долетить на самолете. Это 1500 гривен и 7000 рублей, это около 2500 гривен. Но это вполне соизмеримо с билетами на самолет. В принципе, можно на такие деньги долететь куда-то. Госпогранслужба Украины рекомендует гражданам не въезжать в Крым через пропускной пункт Чонгар. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Олег Слободян. По информации пограничников, на российском КПП вышла из строя электронная система данных, и они не пропускают машины с украинскими номерами и грузовики. То есть тех, кто требует юридического оформления. И о связи в Крыму. Компания Интертелеком завершила переговоры о продаже части своего бизнеса, состоящего из сегмента сети CDMA, обслуживающей полуостров Крым. Все активы, включающие в себя 100 базовых станций и транспортную сеть, уходят неназванному башкирскому предприятию за сумму в 1,5 миллиона долларов. Официальная причина продажи в связи с невозможностью предоставления услуг по независимым от оператора обстоятельствам. В Херсоне прошел региональный штаб, на котором обсуждались вопросы, связанные с административной границей между Крымом и Херсонской областью. Сейчас мы поговорим о том, какие вопросы поднимались и было ли что-то решено с Виталием Захарчуком, региональным координатором КрымСОС. Виталий, здравствуйте, вы нас слышите? Да, добрый вечер, слышу. Виталий, расскажите, что обсуждали во время этого регионального штаба, какие вопросы поднимались, что сейчас больше всего волнует на границе административной Крыма и Херсонской области? Сегодня поднималось достаточно много вопросов, потому что это первый региональный штаб после изменения законодательства, которое внесло Кабинет министров Украины. И на сегодня поднимали много вопросов по пересечению административной границы с Крымом. О тех трудностях, которые возникают у граждан, у резидентов Украины и нерезидентов Украины. Какие это трудности в основном? Ну, миграционные службы и миграционные сервисы, которыми пользуются граждане Украины и нерезиденты Украины, они перегружены количеством переселенцев. На сегодняшний день заявляется цифра 100 консультаций в день, и только около 8 человек могут предоставить нужный пакет документов, чтобы оформить проездной в Крым. Виталий, а проблемы коррупции на границе поднимались? И какие, собственно, вопросы по этому поводу звучали, если звучали, конечно? Потому что президент Украины лично пообещал разобраться с проблемой. Нет, именно с коррупцией на границе. Я как-то во время одной встречи рассказывала о том, что мне моя мама столкнула с такой проблемой. И вот пообещали разобраться. Вот интересно, как поднимался этот вопрос или нет? И что было предложено в итоге? Да, но сегодня на региональном штабе этот вопрос не поднимался, так как мы реагируем на все заявления, на все жалобы, которые приходят за месяц. То есть за месяц таких жалоб нам не поступало, поэтому на штабе мы их не рассматривали и не поднимали. Сегодня мы поднимали, если интересно, вопросы по поводу новшеств, которые произошли в Крыму две недели назад. Это то, что детям теперь выдают справки 103У вместо 103О при рождении. И именно по внутреннему распоряжению, которые пришли в ЗАГС, они не имеют теперь права по этим справкам выдавать украинское свидетельство о рождении. И что, нашли какой-то выход из этой ситуации? То есть сейчас есть возможность оформить украинское свидетельство? На сегодняшний день это только через суд. Жители Крыма имеют право написать заявление только в Киевский апелляционный суд, который потом просто расформирует это заявление и спустит на какой-то суд в Херсонскую, Запорожскую или Днепропетровскую область. Единственный выход, который мы нашли, это переселенцы, жители Крыма регистрируются как переселенцы и подают заявление в Херсонский суд. Ближайший суд, который у нас будет после этого новшества, будет только в сентябре. Виталий, если крымчане сталкиваются при пересечении административной границы с какими-то проблемами, либо бюрократического характера, либо сталкиваются с коррупцией, куда об этом нужно сообщать, чтобы потом это стало предметом рассмотрения и возможно вынесения каких-то решений? Потому что проблем много. Да, но по идее единственный орган, который должен регулировать законность пересечения границы с Крымом, это представительство президента Автономной Республики Крыма. А представительство президента как-то контактирует вот с того времени, когда мы с вами общались в прошлый раз по этому поводу? Ну, мы подавали после эфира, мы подавали еще запрос 9 июля и 23 июня. К сожалению, электронный запрос не был отработан, они не дали ответа на эти запросы. Когда я сегодня разговаривал с юристом, он сказал, что у них технические проблемы с их Gmail аккаунтом, и они не могут реагировать на публичные запросы. Очень интересное объяснение. Мы будем следить за судьбой Gmail аккаунта администрации президента Украины в Крыму, и будем следить в дальнейшем за тем, что происходит у нас в Херсонской области и на административной границе с Крымом. По поводу той информации транспортного сообщения, такие после последнего вашего визита начинают сдвигаться. Сегодня мы встречались с начальником транспортного сообщения. В принципе, существует два маршрута, которые везут людей до границы, и после границы их встречают уже автобусы с российской стороны. То есть сейчас будет следить информацию. Появился ли легальный автобус от железнодорожного вокзала в Новоалексеевке до пункта пропуска Чангар? Смотрите, в Украине существует два таких маршрута. Это бывший маршрут Одессы-Ялта и бывший маршрут Черновцы-Севастополь. Официальный последний их пункт – это КПП. Они довозят людей прямо до КПП, и можно купить билет в любой кассе автовокзала. Хорошо, мы проследим за этой ситуацией. Спасибо. Напоминаем, что с нами на связи из Херсона Виталий Захарчук, региональный координатор Крым-СОС. А мы к вам вернемся после небольшой паузы. Как вы считаете, нужно ли информировать крымчан о тех событиях, которые происходят у нас? Я думаю, что да, потому что Крым – это наша территория. Я, например, очень скучаю за Крым. Потому что сейчас лето, хочется отдыхать в какое-то хорошее место. Все-таки Одесса, Николаевск, Бусинсонск – это не Крым. Я думаю, что есть люди в Крыму, которым важно знать о Украине, которые поддерживают Украину. Также мы хотим знать о тех людей, которым важна Украина именно в Крыме. Как вы относитесь к туризму сейчас на оккупированной территории? Стоит ли ездить туда в Украину? Ну вот мы, например, планируем отпуск буквально сейчас. Муж не захотел туда ехать. Ну, то есть не хочется вкладывать свои деньги в то, что не наше в данный момент. Ну, тогда больше информации, тут больше правды. Можно оценить, где правда, где неправда. И правильно сориентироваться в то, как себя ведет. Ну, я так понимаю. Скажите, а как вы относитесь сейчас к туризму на оккупированной территории? Стоит ли ездить в Украинскую сейчас? Ну, если там неудобно, так как я вот читаю информацию, что там не очень удобно, сложно проехать, и там не очень организовано, то вроде как бы нет смысла туда ехать. Я бы не поехал. Ну, по-моему, вопрос неуместен, конечно, стоит. Почему он не стоит? А как вы относитесь сейчас к туризму на оккупированной территории? Потрясательно. Оккупированная территория, то есть оккупированная территория. Мы везем туда свои деньги, которые зарабатываем здесь, там их тратим. Это неправильно. Да, нужно. Потому что Украина, в любом случае Крым, действительно, это часть Украины. То, что произошло, к сожалению, есть факт, но там живут люди, которые разделяют нашу точку зрения. Континент. Поэтому необходимо рассказывать о том, как мы живем здесь и как живут там. Туризм можно осуществлять в свободных странах или на свободных территориях. То, что туризм в Крыму сегодня, это, скорее всего, такая своеобразная экзотика, похожая на Запад. Наверное, нужно. Вы сами интересуетесь новостями? Конечно. Не могу сказать однозначно, потому что я там не была. Люди, которые там были, говорят, что все в порядке. Можно ехать. Мне кажется, что интерес к Крыму как к области Украины, наверное, сейчас ниже, чем к Черновцам. И, ну, это мое мнение. Оно, может быть, отличается немножко от чего-то другого. Не знаю, не готов. Это надо смотреть по деньгам. Если человек готов тратить валюту, потому что там в гривнах тратить деньги не получится. Если готов, пожалуйста, пусть едет. Если человек с достатком, который хочет потратить деньги в гривнах, то, наверное, он туда не поедет. Дальше. Ехать в Крым, наверное, стоит на машине. Потому что проблема пересечения границы без машины, опять же, это условие достатка. Может ли человек поехать на машине? Имеет ли он такую возможность? Имеет ли он машину, в конце концов? Если имеет, то да, он может ночевать в машине, окунуться в море, привезти с собой колбасу и обратно вернуться. То есть, да, вопросы экономии имеют. Но он может поехать точно так же в Гвердянск, где сейчас просто нахренуто большое количество людей. А там никого не будет. То есть, система приоритетов. Что ты хочешь, чтобы получить? В эфире снова громадский Крым. Это был опрос, наш опрос у жителей Киева о том, стоит ли, нужно ли говорить о Крыме. И как вы относитесь, собственно говоря, к тому, что некоторые украинцы едут на аннексированный полуостров и отдыхают там. И вообще к туризму на оккупированной территории. И вот что касается того, нужно ли говорить о Крыме, о Крыме, конечно, говорить нужно. Но иногда у крымчан есть проблемы с доступом на украинские сайты. И вот это как раз-таки тема нашего сегодняшнего эфира. И я бы хотела представить нашего гостя. Это тренер по цифровой безопасности Николай Костинян. И мы будем говорить о том, как некоторые украинские сайты попадают под блокировку и как ее избежать. На этой неделе буквально мы столкнулись с такой ситуацией, когда нам наши зрители пишут о том, что в Крыму недоступен сайт Громатики ТВ. У некоторых провайдеров недоступен сайт Правда.com.ua. Есть еще ряд ресурсов, которые блокируются негласно. Их нет в реестре Роскомнадзора. Но физически к ним доступ из Крыма ограничен. Это главное IGA, это CensorNet, это новый регион и так далее. Как можно обойти вот эти ограничения? Ну, во-первых, самое главное. Обойти можно несложно. И это доступно любому пользователю. То есть, чтобы не думать, что это чего-то такое сильно сложное. Номер один, то есть, что можно сделать, самый, наверное, универсальный способ, это просто в поисковике посмотреть, как обойти блокировку сайтов. Или как зайти на заблокированный сайт. Это в любом случае поможет, даже если вы забудете обо всем, что вот сейчас дальше будет, о чем будет речь. Из простого и универсального, популярной в последнее время штука, ZenMate, ну не знаю, даже стоит ли по буквам продиктовать в эфире. Ну пишется латинскими, ZenMate.com, ну если так уже совсем по-народному. Это расширение в браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera. Также он есть для смартфонов на андроиде и для айфонов. И оно поможет вам, так сказать, ходить в интернет через посредника в США, в Британии, в Румынии или там еще несколько стран на выбор. Допустим, в Крыму через Google Play что-то установить проблематично. Крым сейчас санкциями. Да, но это не крымские провайдеры блокируют. Это санкции, по которым, получается, компания Google не предоставляет эти услуги, потому что Крым под санкциями, как часть России в этом случае. Оккупированная часть Украины. Ну так получается, да. То есть крымчане, ну то есть крымские власти или российские власти к этому отношению только посредственно имеют. Получается, чтобы Google Play обновлялся, нужно чего-то посильнее, нужно посмотреть в любом поисковике VPN бесплатно и себе что-то такое установить. Если для Windows или Android, ну давайте самого простого, это PsiPhone пишется PsiPhone, без E в конце, то есть это не от слова телефон. Это канадский проект, который призван, помогает в свободе мысли, свободе информации и так далее. Давайте сейчас не будем застряться на том, как пишется. Мы на нашем паблике в Facebook просто вывесим список необходимого программного обеспечения, чтобы наша аудитория получала доступ. Я сейчас прошу показать, как наши читатели видят из Крыма сайт грамматики.тв, что там открывается. Вот такая вот ошибка 403, то есть нет даже доступа к серверу. Ну, скорее всего, у одних операторов, ну, провайдеров так, а другие, может, и видят все, то есть не все провайдеры одинаково исполнительные. Такая же ситуация с украинской правдой. Нам часто тоже жалуются наши читатели, что они не могут там читать. О личной безопасности пользователей интернет в Крыму. Что вы можете порекомендовать крымчанам? Потому что есть законодательные, скажем так, введения, да, то, чего не было в Крыму, пока он был под контролем Украины. Сейчас, насколько я знаю, по законодательству России провайдеры должны за свои средства устанавливать так называемый СОРМ. Система оперативно-розыскных мероприятий – это аппаратура, которая фиксирует действия пользователей. Там как-то так оно сформулировано, не то, чтобы прямо вот взять за один день поставить, а согласовать план мероприятий по внедрению. То есть, ну, я не знаю, это может быть там не день, два, три, может чуть дольше. Ну, да, должны. Что может фиксироваться таким образом? Ну, во-первых, ставят и операторы связи разные, не только провайдеры, а и, скажем, сотовой связи или фиксированной связи. То есть, вот, по сути, все операторы связи, какой бы вы ни пользовались, ставят себе вот эти железяки, которые, условно говоря, могут следить за всем. Они следят за нами. Ну, одно из лиц большого брата, условно говоря. То есть, личная переписка в Facebook, в Skype – это все может быть открыто? Нет, личной переписки в Facebook все-таки нет. Ну, наверное, надо вдаваться вот в детали. То есть, личная переписка в Facebook, ну, не таким способом. То есть, нет, все-таки этого мы не боимся. Facebook, ну, он защищает канал связи с собой. Какое есть программа обеспечения, чтобы шифровать вот эти вот пакеты данных? Ну, ТОР, допустим, да, насколько его уместно использовать в Крыму, насколько это надежно и насколько это может быть? Да, вполне уместно. Только вот он может разные штуки делать, но, в принципе, его основное предназначение – это все-таки анонимность в сети. То есть, мы можем его использовать, чтобы обходить блокировку сайтов. Но получится тогда у нас такая… К примеру, если загружать видео на YouTube, потому что вот сейчас очень большая проблема с видео, от каких-то акций, и люди боятся это делать. Как вот этот запрет, возможно, обойти, и чтобы люди не боялись публиковать, например, видео в сети от своего имени под какими-то псевдонимами? Ну, чтобы не боялись, то есть со страхами бороться, ну, не знаю как. Но если они через ТОР, они могут быть, по крайней мере, ну, по крайней мере, верить, что именно вот их связь с YouTube анонимна. То есть, YouTube не знает, кто это, откуда он пришел. Ну, по крайней мере, это. Ну, вообще, личная безопасность, просто смотрите, это уровень разный. Уровень устройства, уровень коммуникации, уровень пользования сервисами типа Mail.ru или там ВКонтакте. И это поведение самого пользователя. То есть, личная безопасность, вот это все включает в себя. Вот нельзя так взять, что вот вам инструмент программный какой-то, и он решит вам все проблемы. Такого нет, к сожалению. Уже смотреть, чего мы именно боимся. Комплекс мер, чтобы там человек как-то себе поставил крестик, что в вопросе личной безопасности в интернете он сделал все, что от него зависит. Если комплекс мер, то зашифровать устройства, все, которые есть, пароль на вход обязательно, обновление операционной системы, какая бы она ни была, антивирус обновлять, раз в неделю сканировать все, поведение безопасное в почте, то есть распознавать какие-то письма жульнические и не кликать свои пароли, не вводить, не сохранять непонятные оттачи и с писем не запускать, потому что там может быть шпионская программа, которая следит потом за всеми или ворует пароли. То есть с устройством разобраться, во-первых, потом с сервисами, которыми пользуемся. Если это почта, то хороший пароль, двухфакторная авторизация, не вводить эти пароли на чужих компьютерах, там не пускать чужих людей за свой компьютер. Ну, это на примере почты, например. Канал коммуникации... Побывал компьютер в чужих руках или телефон, допустим, в полиции, да, побывал? Ну, потому что, да, сейчас очень многих активистов изымают компьютеры. Если компьютер был в чужих руках и это была активная сеть, то есть вот как вот сейчас он открыт и включен, то тогда мы однозначно проиграли, то есть все, вы проиграли. Получается, что вы теперь не можете быть уверены в любом случае, и экспертиза такой в Крыму не найдете, которая вам скажет, есть там что-то или нет. То есть правозащитникам стоит, ну, просто мы работали с правозащитниками, то есть, наверное, такую технику, которая побывала в таких руках, куда-то отдавать или дарить или продавать. Но если он был, например, выключен и при этом был зашифрован, то, ну, в программной части вопросов особо нет, разве что вот в железячной части что-нибудь добавили. Что опять-таки потом экспертизы нет такой, которая бы точно сказала, что вот все пересмотрели по винтику, и там точно ничего лишнего нет. А вы уверены, что такой вот экспертиза в Крыму нет, да? Ну, смотрите, даже если она есть, нужно ей еще и доверять. То есть получается, что если я кому-то отдаю, нужно, чтобы настолько верить, чтобы вот, во-первых, человек действительно очень-очень или организация очень-очень хорошие эксперты, а во-вторых, что мы им еще и доверяем. Я боюсь, что эти два условия, ну, никак не сойдутся. Я боюсь, что нет. Спасибо. Все названия вот этого программного обеспечения, которое вы нам сказали, мы разместим у себя на странице Facebook, чтобы наши зрители могли в любой момент посмотреть, что же им нужно. Может, по айфону пару слов только о том, что был случай, когда человек из Крыма приехал в, кажется, Херсонскую область, и заметил, что тут тоже не обновляются программы из App Store. То есть важно пойти в настройки своего iCloud'а и адрес изменить на некрымский, в том числе и индекс. Иначе и VPN не поможет, иначе и из Крыма выехал, а все равно не обновляется. То есть для айфона такое заметили. Если в данных записях Google и Apple поменять адрес на некрымский, это поможет обойти санкции, находясь в Крыму? Либо географическая привязка тоже работает? Тоже работает. Ну, геолокация. Ага. Спасибо. У нас в гостях был Николай Костинян, тренер по цифровой безопасности. Его рекомендации мы обязательно разместим у нас в сети Facebook. Спасибо. Мы вернемся после короткой паузы. Первый крымско-татарский телеканал АТР – 10 лет со своим народом. Студии в Симферополе, горпункты в Киеве, Стамбуле и Москве. Десятки программ собственного производства, документальные и художественные проекты. Все это было возможным вплоть до 31 марта 2015 года, когда телеканалу АТР запретили вещание в Крыму. Наш народ пережил Сталина. Неужели не переживет нынешние проблемы? Мы продолжаем вещать на спутнике, в интернете и в кабельных сетях. Мы открываем новую студию в Киеве. Новые корреспондентские пункты по всей Украине. АТР возобновляет информационное вещание. И это главная новость. Субтитры создавал DimaTorzok Витаю в эфире Заман. Найактуальнейшие подии Крыму, Украины и света. С 20 июля в 17.30, в 19.30 и в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал обошел и сейчас он восстановил свое информационное вещание. У нас в гостях Хайдер Муждебаев, заместитель генерального директора АТР. Добрый вечер. Всем алейкум. Алейкум салям. Запуск информационного вещания. Насколько это важно сейчас для телеканала АТР? Это самое главное. Для любого телеканала, который занимается вещанием. То, что мы будем повторять азбуку. С этого все начинается. АТР без новостей это не АТР. Сегодня третий день, когда выходят новости. И как? Трудно. Сколько сейчас человек работает по факту в информационной службе? В информационной службе? Ну, я не знаю. Каждый день люди добавляются. Вы прибавляете? Да. Но вот сейчас, я думаю, там человек 10, не больше. Вот можете себе представить, что такое новостей трехразовых на трех языках. 10 человек штатных сотрудников. То есть это и корреспонденты, и ведущие. Вот так примерно. Обратная связь уже есть? Зрители дождались, когда телеканал вернется все-таки вот уже с информационной составляющей? Вчера у нас случилась техническая проблема на новостях. Во-вторых, в 19.30 новости пошли без звука. И выпуск был прерван и запущен через какое-то время в эфир. И, конечно, мы получили фидбэк, как это называется, из Крыма. Люди думали всякое, что это там, мало ли что произошло, очень переживали. Так что, вот я думаю, что как раз со зрителями АТР проблем в плане их желания, по крайней мере, искать этот телеканал не будет. Северную Корею, как я много раз уже говорил, из Крыма не построишь. Поэтому люди найдут, как смотреть. Какие проблемы все-таки есть? Оборудование, люди. Боятся ли люди приезжать и начинать работу? Потому что у них могут быть потом проблемы с тем, чтобы езжать на территорию Крыма. Да, люди боятся. Для каждого человека это отдельное решение. Мы, понимаешь, самое страшное, что никто не может точно предположить, что случится. И поедешь ты работать на АТР, в каком качестве ты можешь там работать, чтобы к тебе не были репрессии применены на въезде и так далее. А в каком качестве не можешь? Это же никто не знает. Люди предполагают разное. А у людей семьи. Ну, я тебе это объяснять не буду. Да, ты прекрасно знаешь по себе это. Вот боятся люди, конечно, их опасения понятны. Но, тем не менее, надо отдать должное тем, кто приезжает. Потому что уже достаточно людей приехали, и мы ждем еще людей. Ну, просто мне кажется, что в итоге всем станет понятно, что просто работать там журналистом это будет невозможно. Потому что, ну, эта власть, она не терпит никакого другого мнения. Поэтому, если ты хочешь сохраниться в профессии и не хочешь ее менять, то в нынешних условиях в Крыму работать вряд ли получится. Что дальше? Какие планы? Авторские программы, проекты, ток-шоу? Будет ли это? Да, ток-шоу, конечно, АТР славился своим ток-шоу и авторскими программами и всем остальным. Но, смотрите, мы будем производить такой неновостийный контент. Мы будем закупать у людей, которые произведут его в Крыму. Не опасно ли это для этих людей? Что вы делаете в плане безопасности? Ну, я не знаю, если они начнут запрещать съемки детских концертов и устраивать облавы на исторических программах, там, на съемках исторических программ, ну, тогда, я не знаю, это уже, может быть, вообще уже оценить как паранойю абсолютно. Но то, что касается информационных программ, они все будут здесь сниматься и монтироваться здесь и сниматься, потому что мы действительно должны заботиться о людях, о безопасности людей. Не информационный контент мы будем снимать в Крыму, поскольку это никак не нарушает никакие законы. Это будет снимать отдельная компания, у которой мы будем закупать этот контент и транслировать у себя. Это не будет юридическим лицом АТР. Сколько вот еще времени нужно для такого полноценного запуска? То есть вы уже выйдете в новый сезон, скажем так, в сентябре с какими-то авторскими вещами или пока сложно прогнозировать? Ну, каждый день как первый, каждый день как последний, потому что нет, конечно, никого последнего дня не будет, но я имею в виду, что отдача у людей такая, как будто это каждый день первый и последний, да. Скажи, мы все знаем, что ты жил в России до этого, работал замглавного редактора московского комсомольца, и вот все бросил, приехал сюда, и это авантюра, это или это просто вот как бы долг, который нужно отдать своему народу? Я считаю, что я не все бросил, я считаю, что я все приобрел, а не бросил, да, потому что уже то, что я нахожусь тут со своими людьми, с которыми я близок по духу, и которым не надо объяснять, что такое крымские татары, и каково сейчас в Крыму, и насколько важно то дело, которым они занимаются, да, поэтому люди работают с огромной нагрузкой, и нам сейчас очень тяжело, действительно тяжело, нет ресурсов никаких, ни материальных, ни технических достаточных, это вот ниже минимума все, да, но тем не менее мы верим в то, что у нас получится, и что мы найдем поддержку у людей, которым не все равно, что происходит с крымскими татарами сейчас. Ну а пока вот так, пока это в основном такой творческий энтузиазм. О новых программах мы бы с удовольствием поговорили, но сейчас новости это практически все, на что способны и оборудование, и штат канала, я имею в виду вот то, что касается общественно-политического вещания, да, то, что касается неполитического контента, он производится, документальные фильмы делаются людьми по заданию, вот и так далее. Информационные вещания это сложно, это все будет шаг за шагом, но мы, конечно, хотим максимальной аудитории, мы хотим, чтобы нас смотрела вся Украина, тех людей, кто хоть немного интересуется Крымом, а таких все-таки согласно опросу порядка 70%, потому что 30%, как я слышал, готовы расстаться с Крымом. Я думаю, что это эмоционально, что они тоже не правы. Я пока находился в Крыму, и когда как раз у канала были проблемы, когда там проходили обыски, я видел такое достаточно необычное, да, для меня зрелище, я фактически там впервые увидел, когда аудитория пришла защищать свой телеканал. Вы делали уже какие-то замеры аудитории? Осталась ли эта аудитория с вами? Перерастает ли она сейчас? Это, Сергей, невозможно делать замеры. На тот момент, когда в последний раз было возможно делать замеры, у АТР была аудитория больше 4 миллионов. Сейчас это невозможно мерить, потому что нет никаких приборов. Точно так же, как по Украине это будет возможно мерить, да, но в Крыму точно нет, потому что Крым это территория, где не будет позволено, такие вещи не будут позволены. Но просто надо знать крымских татар, чтобы понимать, что все они будут это все смотреть. Надо знать их положение сейчас и отношение к ним властей. И я думаю, что если... Вы понимаете, сейчас такая ситуация, что люди даже лайки в интернете ставить боятся. Понимаете, за лайк уволить могут, за репост материала какого-то могут вызвать в спецслужбы, и начать разговор про то, не реэкстремист ли ты. Поэтому данных точных не будет, но я за крымско-татарский народ никогда не отвечал. Но в данном случае отвечаю, что все крымские татары будут смотреть, а также не только они, потому что я знаю, что достаточно в Крыму людей и других национальностей, которые либо сразу понимали, к чему приведет вот это прекрасное присоединение Крыма, либо сейчас осознали, ощутив, насколько отличается та картинка, которая им казалась, будет в Крыму при России, насколько это отличается жизнь сейчас там реально. Ну, я думаю, что осознать им это поможет и программа «Хроматика Крым», и возобновившее вещание телеканал АТР. Я напоминаю, что у нас в гостях был Айдар Муждабаев, заместитель генерального директора телеканала АТР, который на этой неделе возобновил свое информационное вещание. С вами в студии работали Сергей Льмусаева-Боровик. И Сергей Макрушин. А завершить эфир я предлагаю свежим видеосюжетом от крымского видеоблогера Сергея Псарева. На этот раз он показал разбитую дорогу в поселке Орианда, которая уже полгода как закрыта, и, собственно, спросил у российских туристов, ну, как им, насколько комфортно им отдыхается в таких условиях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня 20 июля, но никто ничего не собирается делать, никакого проекта на строительные работы нет, даже никакой, насколько мне известно, проектной документации нет. Когда дорогу сделают, совершенно никому неизвестно. Доставляет ли это какие-то неудобства гражданам, местным жителям и гостям нашего курорта, наверное, нужно просто пойти и у них самих узнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Издалека идете? В развилке. Неудобно так ходить без автобуса? Нет, кошмар. Караул, особенно с маленьким ребенком. А вы откуда приехали? С Московской области. И как вам такое полгода дорога не работает? А? Как полгода дорога не работает? Как вам это? Кошмар. Обратите. Когда дорогу закрыли? Там уже с начала года. И вот отчет не делают, не знаете? Ничего не делать. Вон, две дыры пробурили и все. Если в 16-м году сделают, то это будет хорошо. И вот этой остановкой, если ты пользуется где-то более тысячи, в общем, тысячи человек. Алиладия вторая. Плюс сейчас сезон. Вот я сейчас иду от больницы пешком. Ладно, я могу ходить еще. А есть люди, которые ходить не могут. Ни такси не может приехать, ни скорая. Объявили, значит, что ходит транспорт до вот этой загородки первой. Не делают денег, нету, проекта нету. А почему проекта нет, не знаете? Ну, может, и есть уже проект. Но говорили раньше, что нету проекта, нету денег. Денеги собирать надо. Это же не так просто. Здесь же надо строить мост какой-то там. С Ливани иду пешком. Вот, чтобы купить хлеба, я в Ливани ухожу. Это же далеко. Удобство. Целых полтора километра, то и два. И на автобус идешь. Ну, а судя по вот таким вот капитально залитым столбикам, и ремонт, мне кажется, все-таки затянется. Как проехать канадную дорогу? Ехали на Бас-Шкингинске. Школа? Как в школу ездить? Сейчас-то ничего. Когда в 11 ночи тут едешь, вообще просто проблематично. Как вы домой добираетесь в 11 ночи? Вот так же до Славбаума, потом пешком. Вот что самое интересное, что дорогу не делают власти Крыма, а говно Обама. Уже писали, говорили, в горы с полком ходили, а все это похеру всем. У них еще проекта нет, они еще изыскательские работы не проводили. А говорю, две дыры пробурили. И на этом закончилось. Денег нет. Крым, это отдых пешком, а не на машине.